Детальные об отношениях белорусских и российских военных, военной активности на территории республики и о том, что может остановить Лукашенко, будем говорить заместителем Объединенного Переходного Кабинета Беларуси. Павел Латушка с нами на связи. Павел Павлович, здравствуйте. 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 Ну что ж, согласно данным украинской разведки, российские военные оскорбляют и пренебрежительно относятся к белорусским, но тем, кто по сути сейчас обучает россиян. Павел Павлович, как вот считаете, могут ли такие вот непростые отношения на полигоне закончиться трагедией? Например, как это произошло в Белгородской области, где мобилизованные просто расстреляли мобилизованных? Ну, я не думаю, что это приобрело еще такие масштабы, чтобы привело к каким-то вооруженным конфликтам или, как вы говорите, стрельбе друг в друга со стороны белорусских военнослужащих в адрес российских военнослужащих. Я бы не стал бы здесь преувеличивать такую возможность. С другой стороны, мы видим, что, конечно, пребывание российских мобилизованных на территории Беларуси приводит к росту преступности, правонарушений, наверное, прежде всего так, в общем, скажем, к алкоголизму, к заболеваемости, росту заболеваемости, к антисанитарии. И эти прогнозы мы делали еще до того, как начали прибывать российские войска на территорию Беларуси. Потому что такой, к сожалению, опыт уже имеет белорусское население с февраля месяца. Были преступления, которые, кстати, по указанию Лукашенко, КГБ должно было замыливать, сглаживать, максимально не представлять публичные огласки для того, чтобы не провоцировать информационные конфликты и, соответственно, не расширять потенциальные реальные конфликты в отношении российских военнослужащих. Но есть, конечно, и обратная сторона медали, о которой мы должны говорить. Ведь российские войска прибывают, как правило, в депрессивные районы. Там, где с работой проблемы, там, где уровень заработных плат очень небольшой. И представьте себе бабушку в деревне, которая, конечно же, не разбирается в политике. Хотя, конечно, война это не политика, это война. Но вместе с тем она смотрит только российское или белорусское пропагандистское телевидение. Если к ней приходит российский солдат, который покупает картошку или яблоки, или даже бутылку самогонки, ну, конечно же, она ее продаст и будет рада от того, что она заработает какую-то копейку. Так что здесь есть, с одной стороны, рост правонарушений, алкоголизм и все проблемы, вытекающие из этого. А с другой стороны, есть и те люди, которые просто элементарно, ну, какую-то копейку, говорить о заработках, наверное, не приходится, но могут на этом получить. А вот если среди белорусских военных желание не тренировать российских мобилизованных, вот уместен ли саботаж или способны ли сейчас на такое представители белорусской армии? Вы знаете, если посмотреть на эту ситуацию, то мы знаем, что белорусское общество против участия вооруженных сил в войне в Украине. Также это, конечно, переходит на большую часть и военнослужащих белорусских. Поэтому военнослужащие белорусские... И делают же в основном офицеры, да, вот с высшим образованием. Да, но они занимают такую позицию, знаете, вот наименьшего проблем. Потому что наименьшей проблемой для них является кого-то обучать, обеспечивать с точки зрения тылового обеспечения, материальными ресурсами. В том числе у нас была информация, например, что военнослужащие белорусские отправлялись на Донбасс и ремонтировать технику, которая повреждена в ИСУ и отводится с поля боя для ремонта где-то в границах 50 километров от линии соприкосновения вооруженных сил. То есть они готовы оказывать содействие, но не пересекать границу. Они готовы оказывать помощь, но не участвовать в боевых действиях. То есть это то крайнее, которое они хотят избежать, но то малое, против которого они выступать не будут. Потому что, ну, это чревато последствиями. Ну вот, несмотря на напряженность некоторую, да, в отношениях совместной тренировки они все же проводятся. И для подготовки ударных группировок необходимо как минимум 2-3 месяца. Так считает замначальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов. Интересно ваша точка зрения, когда такая группировка может быть сформирована? Вот когда ее сформируют? Стоит ли ожидать повторного вторжения со стороны Беларуси? Или же сейчас все действия в республике это исключительно психологические атаки на граждан Беларуси, на украинцев и на ВСУ, собственно? Ну, мы рассматриваем 4 стадии, 4 фазы развития ситуации в Беларуси и создание угрозы Украины с территории Беларуси, белорусского плацдарма. И первой фазой, конечно, является информационно-пропагандистская. Второй это накопление российских вооруженных сил на территории Беларуси. Третий это провокации на границе. Кстати, определенные элементы уже и имеют место быть. Ну, а четвертая фаза – реальная агрессия. По тем данным, которые мы располагаем из наших источников, мы говорили об этом и некоторое время тому назад, я считаю, что, ну, они считают, скажем так, что реальность вторжения со стороны Беларуси к февралю возможно. В том случае, если будет сформирована достаточно серьезная ударная группировка вооруженных сил Российской Федерации возле линии государственной границы с Украиной с севера. Так что такой сценарий абсолютно реальный. Я понимаю, что и вооруженные силы Украины делают все для того, чтобы не допустить возможного вхождения, повторного вхождения российских войск с территории Беларуси. Но это для нас также является потенциальной триггерной ситуацией. Мы знаем, что и наши бойцы, и полка Калиновского, и погони, и терроры, и других подразделений готовы будут войти в прямое столкновение, в том числе с теми, кто будет входить в территорию Беларуси. Ведь нельзя исключить, что там будет частичная и силы специальных операций вооруженных сил Беларуси. Поэтому к этому сценарию необходимо готовиться. К сожалению, Путин использует Беларусь при поддержке марионетки Лукашенко для создания угрозы и возможных реальных действий в направлении Украины вновь. В последние недели были разные сообщения о передвижении военной техники и боеприпасов. А вот их то завозили из России, потом якобы отправляли на линию фронта. Что сейчас происходит? Снабжает ли Беларусь российские войска? И как долго, и сколько сможет она помогать оккупационной армии? Да, действительно, порядка 65 тысяч тонн вооружений было отправлено, вернее, боеприпасов было отправлено на территорию Российской Федерации. Это Краснодар. Прежде всего, такие сведения представляли независимые белорусские железнодорожники. Да, выглядит это странно, вы абсолютно правы. С одной стороны, идет техника, танки, которые расконсервируются, Т-72 и в достаточно большом количестве, и БМП отправляются в сторону Российской Федерации. С другой стороны, мы знаем, что и боеприпасы, те же 30 тысяч тонн, прибыло из территории Российской Федерации. Можно это объяснить логически, что какие-то из боеприпасов необходимы для каких-то видов вооружений разные, и поэтому и происходит их перемещение. С другой стороны, если посмотреть с другой логики, как вот один из источников нам сообщал, ведь фактически Путин в какой-то степени пытается разоружить вооруженные силы Беларуси, для того, чтобы Лукашенко в последующем не мог противостоять тем сценариям, которые, возможно, тайно планируют реализаться на территории Беларуси Путин. Ну а что значит тайно? Ведь мы прекрасно понимаем, что целью Путина является как уничтожение государства Украина, так же и уничтожение государства Беларуси. Просто здесь могут быть разные методы. Пока Беларусь уничтожают таким псевдомирным способом, оккупируя территорию Беларуси и аннексируя в последующем. Но если понадобятся вооруженные столкновения, это, конечно, не станет препятствием для Кремля. Ну и чем меньше будет иметь вооружений белорусская армия, тем лучше для России. Вот министры иностранных дел Большой Семерки призвали Александра Лукашенко прекратить поддерживать российскую войну и не втягивать в нее Беларусь. И напомнили, что могут ввести санкции. Как вы полагаете, Лукашенко услышал эти призывы? Он вообще боится новых санкций? Вот на днях он, кстати, говорил о своих обидах. Мол, Украина одной из первых вела против страны санкции. Ну, по поводу заявлений его в отношении Украины, я думаю, что это все фальшивые тезисы. Не было бы этого тезиса, он бы придумал другое. Даже не было бы никакого. Это никак бы не повлияло на его действия по поддержке Кремля и России в этой ужасной войне. Что касательно заявлений G7, мы проводили соответствующую работу. Я был в Берлине, и представители кабинета, руководитель кабинета Тихановская была в различных столицах и в Брюсселе. Мы говорили о том, что необходимо выставить жесткий ультиматум Лукашенко еще до момента принятия решения о введении российских войск на территорию Беларуси. Такой публичный ультиматум можно рассматривать и последовал в ходе встречи министров иностранных дел G7. Но, опять же, это предупреждения, которые не влияют на политику Лукашенко. Я очень надеюсь, я не располагаю этими данными, что, может быть, под ковром тот же посол Германии, который еще до сих пор пребывает в Минске, с учетом изменяющейся политики, риторики Германии в отношении России, мог бы занести такой ультиматум для Лукашенко и показать все личные персональные последствия для него в том случае, если он будет дальше помогать агрессии с территории Беларуси в отношении Украины. Но, с другой стороны, вот интересный момент. До сих пор находится в Минске посол Украины. Вот мне кажется, Лукашенко должен сдувать пылинки с посла Украины в Минске. Он должен лично своего приусадебного участка приносить ему яблочки, предварительно помыв корничной водой, выпекать хлеб, как он любит в своей печке, и даже доить свою личную корову. И молочко свежее стоять должен сам у ворот посольства Украины в Минске. Потому что пока еще находится посол Украины в Минске, это означает, что начало-конца Лукашенко не наступило. Вот когда посол Украины покинет территорию Беларуси, вот это будет очень жесткий и принципиальный сигнал для Лукашенко, что ему наступает конец. А какая сейчас экономическая ситуация в стране? Вот были сообщения, что в аптеках уже дефицит медикаментов. Да, действительно, такие сведения поступают. Они связаны в том числе и с санкционной политикой, и логистикой, которой возникают проблемы. Они не носят, может быть, такой глобальный характер, но определенные проблемы есть. Но прежде всего, кстати, это связано даже не с санкциями, а с абсолютно бездарной, безумной ценовой политикой Лукашенко. Лукашенко несколько недель тому назад на заседании правительства приказал ценам стать. Стать на месте, стоять смирно, равняясь на него. И цены остановили. Было возбуждено десятки уголовных дел, может быть, даже до ста, добрались по всей территории страны в отношении директоров торговых сетей. Их даже сажали просто топ-менеджеров всех пачками в следственные изоляторы, которые переполнены у нас сейчас политическими заключенными. То, что пишут мне мои знакомые, которые выходят из тюрем, это просто волосы дымом встают, в каких условиях нечеловеческих находятся люди. Он сажал бизнесменов, и цены действительно остановились. Это привело к тому, что поставки импортные приостановились. Это привело к тому, что торговые сети начали работать в убыток. Тут Лукашенко спохватился, ну и начал искать какие-то объяснения своим действиям, дал правительству открутить назад. Но полностью не открутили. Ну, кстати, интересная история, что Лукашенко сам рассказывал, как необходимо продавать курицу. Что когда ты делишь тушку напополам, то ни в коем случае нельзя давать наценку. И лично установил ее на 10%. Ну, представляете, до какого абсурда, в каком абсурде живет Беларусь, когда так называемый руководитель сам определяет наценку на курицу, которую надо разрезать пополам и продавать в торговых сетях. Павел Павлович, вот в Беларуси прозвучали очередные абсурдные заявления, на этот раз из уст министра Ренина и председателя КГБ Тертли. А вот они заявили, что сейчас на Беларусь готовится нападение со стороны Польши. Или же еще страшнее, вот по территории Беларуси, как они считают, могут быть нанесены ядерные удары. Какие цели преследуют эти люди, делая такие заявления? Ну, это тот первый этап, о котором мы говорили, информационно-пропагандистской подготовки, обработки населения Беларуси для того, чтобы создать у беларусов впечатление нарастающей, надвигающейся угрозы со стороны западных соседей, о том, что якобы они хотят напасть на территорию Беларуси. В качестве доказательств приводится концентрация вооруженных сил НАТО вдоль границы. Но мы прекрасно знаем, почему проходит сейчас учение в Польше военное. Они связаны с как раз-таки агрессией, которую начала Россия против Украины и поддержкой Лукашенко в этой агрессии. Именно эти два государства, ну, к сожалению, я должен говорить и про Беларусь, но в лице Лукашенко создали реальную угрозу региональной безопасности. Они просто нарушили все международные правила и нормы и начали войну. И, соответственно, осуществляются ответные действия. Но об этом ни слова не говорится. Тертиль говорит только о том, что Беларусь будет атакована ядерным оружием. Почему, в каких целях, для чего, он не поясняет. Но, посещая предприятия, он рассказывает вот эту байку для того, чтобы у людей породить страх. Страх кого? В отношении Запада, западных соседей, в том числе в отношении Украины. То есть сегодня это готовится для того, чтобы завтра что-то произошло. А что может произойти? Провокации на границе – это следующий элемент. А следующий элемент – это уже агрессия в отношении Украины или конфликты на границе с Польшей и с Литвой. Но их же нужно подготовить, их же нужно легендировать и вбить в головы беларусов, что все же это они первые начали. Ну, помните этот сценарий финской войны 40-го года, еще Советского Союза с Финляндией. Павел Павлович, спасибо вам большое за ту правду о том, что происходит в Беларуси, о которой вы нам рассказали. Всегда ждем вас в нашем эфире и очень переживаем за ту ситуацию, которая сейчас происходит в вашей стране. Надеемся, что все разрешится и когда-то все-таки наши страны снова будут дружить. Ну, а пока Лукашенко, надеемся, что Лукашенко хватит все-таки, наверное, какого-то чувства самосохранения, не делать того, к чему принуждает его Путин. Спасибо вам большое. Павел Латушка, заместитель Объединенного переходного кабинета Беларуси, был с нами на связи.